добрый день дорогие друзья добрый день значит мы в фейсбуке эти вышли чуть с опозданием извиняюсь с выходим в инстаграме то в инстаграме в телеграме во и кровот у нас уже слава богу растем у нас уже 2560 подписчиков надеюсь что сейчас вы все подпишитесь те кто фейсбуке и у нас будет уже сегодня 2600 подписчиков потому что мы готовим прямо уже все прям последний остались приготовления очень сильно в инстаграме будет много пользы то есть прям заходишь будет прям через этот наш чат-бот будет будет прямо онлайн школа жизнь по торе там очень будет интересно поэтому прям заходите и всех приглашайте в наш телеграм-канал всех своих друзей знакомых потому что глава у нас сейчас идет мы изучаем глава во и шлах во и шлах день 2 потому что те кто изучают тору у них конечно жизнь меняется у всех в лучшую сторону просто обязательно как говорится древо жизни она для тех кто за нее держится а тот кто ее поддерживает счастлив это сказал кто царь сам он кстати тоже уже книга книга все и в телеграме тоже пошел книга уже изданная на лидер продаж книжника кто живет в россии может заказывать в книжниках книгу мишли с комментариям моим на эту книгу очень очень советую рекомендую а те кто живут в израиле тоже небольшой тираж уже здесь есть в израиле и скоро будет очень большой тираж который сдается в украине потому что божественно она объединяет все то есть нет для божественного нет границ знаете сегодня мы узнаем почему значит все заходите книгу мы думаем рассылать по всему миру по 10 книг по 10 книг то есть тот кто покупает 10 книг потом он у себя в районе может их распределить те кто хотят меньше чем и сроки все дорогие друзья значит мы находимся 3 2 3 день сегодня третий день недели понедельник второй день что-то ошибся до второй день недели мы находимся и второй день недели понедельник глава ваишлах значит в первой части мы знаем что якоб послал ангелов навстречу своему брату и сову звук есть вроде бы да у всех есть звук если нет звука переходите в телеграм телеграмме точно есть и вот значит послал он ангелов навстречу и сову и значит что что дальше произошло дальше и сам идет ему 400 человек яков разделяет лагерь на две половины яков молится и яков посылает минху посылает подарки и сову значит три вещи которые он сделал для подготовки вот мы читаем дальше и наступила ночь вайлан шамбал плаву и спал он в эту ночь значит насчет этой ночи есть два мнения есть мнение в устной торе что эта ночь это была ночь песоха и есть но более такое вот мнение с доказательствами такой глубокой из что это была ночь 9 ава что весь этот бой с ангелом и савара был 9 ава его значит он в эту ночь остался там ночевать и взял он из того что было у него минху в минху это приношение и саву брату своему да он все таки хотел с помощью этого приношения повернуть ситуацию он он знал как работает мир причем вы знаете вот в этом вот то что он поставил и саву скрыто еще один очень важный смысл отсюда как раз учится сколько муж должен спать с женой со своей и он значит послал ему какую сейчас вот попробуйте догадаться сколько из того что написано в торе вот многие говорят да я тору читал типа все понял это вообще ну непонятно мне если бы я был богом я по-другому быть делал вот попробуйте догадаться из текста что сколько раз муж должен со своей женой спать значит какое приношение послал якова и саву козлов коз 200 и козлов 20 значит 200 овечек и баранов 20 верблюдов значит верблюдец который кормящих верблюдец с верблюдиками маленькими 30 значит пород арбаим а значит коров 40 быков 20 ведь быков 10 значит коров 40 быков 10 ослов 20 и ослит с 20 и ослов 10 значит ну что кто догадается сколько раз это знаете вопрос на таком что где когда вот надо было послать бы такой вопрос да из этого текста какой следует вывод сколько должен на сколько должен муж спать женой раз в неделю до значит в конце урока я скажу ответ пока можете остаться с вопросом чуть-чуть может быть вы догадаетесь как из этого текста следует сколько должен муж спать жена значит и дал он своим рабам стадо стадо он разделил эти стада есть на 10 говорят что в на 10 маленьких стад то есть он разделил на 10 стад маленьких и значит и сказал своим рабам которых он представил каждому стаду идите перед стадом и чтобы между стадами был такое расстояние чтобы было видно второе стадо издалека где-то метров 100 наверно как футбольное поле и чтобы было видно между стадами значит и сказал он первым когда вы встретите и сава брата моего значит и у нас спросит чьи вы и куда вы идете и что это за страдаете вы мы должны так сказать что принадлежит это все рабу твоему якову и подарок это который послали мы господину и саву и значит вот яков сам идет сзади и так же он сказал вторым и так же он сказал третьим чтобы они говорили один и тот же текст когда встречают и сава также ему все скажите дословно это он яков когда он жил у лавана он открыл стартап по разведению овец и он там вы знаете да что он вставил палочки надрезал то есть он открыл стартап позже животноводству и они рожали эти овцы вообще все же надо было а здесь он открыл первые курсы по нлп он говорит вот именно вот так вот нужно сказать что если вы ему дадите его был расчет какой что когда он увидит 10 стад вот этих одно за другим и десять раз ему скажет штурм твоя клубы что тебе подарок и господину моему и саму то у него в принципе он с десятого раза уже поймет что значит надо мириться я думаю что например если кто-то с кем-то поссорился там мужчина например да то если он последует этому советую именно 10 раз и даст подарок и 10 раз скажет извини дорогая жена то она по-любому его простит вот отсюда мы можем это выучить значит и скажите ему да дальше так скажите дальше нам дает следующий текст да вот твой раб яков идет сзади и он сказал что я искуплю может быть этим подарком значит искуплю то что и сам на меня гневается и увижу что может быть его лицо по отношению ко мне просветлеет и значит просветлеет и пройдет этот подарок мой перед ним и значит это был его расчет то есть он им дал задание делегировал он этим рабам значит что делать с подарками а сам он пошел в этой ночью в свой лагерь у него же большой лагерь 11 детей стада это только он послал 550 вознаторий есть спор 550 или 580 животных он послал в этих подарками а у него там были тысячи тысячи овец этих и так далее и встала ночью и вот тут центральный сейчас начинается центральная суть вот этого вообще всего дальнейшего что происходит в человечестве до касается каждого из нас на всей истории человечества значит и остался он сейчас в остался он в ладере ночевать до встала ночью и взял он двух своих жен и двух служанок которые тоже были вынуждены и 11 детей и перешел он мавар я бог значит здесь очень много тайной торы даст здесь потому что книга которую есть специальная книга которая читает человек перед смертью когда он уходит из этого мира называется эта книга мавар я бог переход через этот ручей я бог и вот это здесь написано и перешел он мавар я бог то есть он с женами из детьми перешел какую-то очень важную духовную границу да и взял он и перевел их через реку дальше и оставил их там и остался яков левадо вот этот отрывок есть прямо очень в нем глубокие смыслы ваеватер яков левадо и остался он один всех он переправил через реку и тут ваиавек ишимо и какой-то человек написано в торе боролся с ним адалота шахар до восхода солнца сейчас мы узнаем что это был за человек который с ним боролся двора тело яхону и увидел этот человек что не может его победить якова ваега быков ерихо и он его ударил по седалищному нерву там где нога входит в таз там есть такая ну называется седалищный нервам часто у людей болит воспаляется значит он его ударил туда в этот седалищный нерв и повредил он ему седалищный нерв якова в этой борьбе и сказал он ему это человек то есть он не мог победить якова повредил ему этот седалищный нерв и сказал он ему отпусти меня потому что же поднимается заря и сказал яков ему не отпущу тебя не отпущу ки имбирах то не а только если ты меня благословишь и сказал ему маш меха тот ему тогда этот говорит какое имя твое воемер яков ответил яков мое имя да представьте себе вот это значит бой такой да это бои без правил только всю ночь они боролись но опять же это сейчас мы узнаем это не было просто борьба да то есть это было и борьба и говорят что пыль от этой борьбы поднималась до трона престола трона всевышнего то есть до самых верхних духовных уровней она поднималась что же это за борьба была кто это был этот человек он спросил я кого как твое имя сказал яков и сказал но яков ямар ним не яков будет будет говорится теперь будет ты называться твое имя и им израэль а только израэль вот тут он получил яков имя израэль да а имя твое будет израэль кисарита это имя как переводится сар это в современном иврите это министр значит сар это сара было да она была как как министр такая она была сара жена в рамом израэль это тот кто борется тот кто борется тот кто властвует тот кто борется до сары так тот кто борется значит кисарита им луим выима нашим что боролся ты со всесильным все сильные так как все силы как ангелы до боролся ты с ангелами и людьми в эту храль и победил с тем с людьми лаван и сав хотели убить якова вайшали окова йомер и и спросил тогда яков и сказал ему один наш механ а ты скажи мне твое имя теперь я-то тебе сказал что я яков ты мне сказал что теперь я израиль а а ты кто вайомер лама затяжали шми тот ему говорит зачем ты спрашиваешь спрашиваешь имя мое в эреху то шан и благословил его там все значит тут мы останавливаемся завтра у нас будет продолжение как а сейчас мы давайте разберемся что это было за борьба что это было за борьба значит есть несколько мнений с кем боролся яков значит первое мнение что яков боролся с ангелом и сава а кто такой сав то есть и сав это был родной брат они родились у одного папы у одной мамы были в одном животе и когда они вышли из одного этого живота то они были разные и сав он был сделан и он полностью олицетворял этот мир до этот мир который материальный мир материальность вот это вот животная сила которая есть в человеке это олицетворение и сав то есть у человека тоже его тело если мы возьмем тело это животное нормальное такое настоящее животное и и сав олицетворял вот эту вот часть то что называется днефеш бэймид животная душа он олицетворял то что называется ецарара злое начало он олицетворял силу материального мира яков он назывался иш юшеф о алим он очень интересно что и сав родился волосатый он был как плед такой полностью весь волосатый покрыты волосами а яков был и сы полностью лысеньке такое если мы посмотрим например а то же для как бы то направление в духовности которые хотят полностью отрешиться от этого мира вот полностью от него уйти это буддисты они высые полностью не лысы лысы это г.да то есть они отрицают этот мир это мио не говорят этот мир это мир страдание вообще надо из него уйти раствориться, исчезнуть. А вообще все, что к этому миру относится, они как бы отрицают. Они раз в день кушают, там, ну, в общем, такое. Яаков, он как бы был полностью духовный, его этот мир не интересовал. Иш-Юшеву Алим. Исаф, его интересовал только этот мир. И как в человеке сочетаются два вот этих качества. Божественная душа, которая часть Всевышнего, которая вообще не понимает, что в этом мире делать. Душа не хотела в этот мир заходить вообще. То есть, это просто страшно. Тут ты маленький, ты лежишь все время, ты от всех зависимый, там, под себя какаешь. Потом ты слабый, потом тебя все должны кормить, потом тебя все могут обидеть. Потом ты вырастаешь, всю жизнь ты должен работать. Потом ты боишься заболеть, потом ты умираешь. Старый умираешь. Что за жизнь вообще? Душа вообще этого всего не хотела. И она этот мир отрицает. Это сила Яакова, да? Это душа. Исаф, наоборот, значит, этот мир, мир — это собачьи бои, это, значит, джунгли, побеждает сильнейший. Это там, ну, то есть, реально как бы побухать можно тут и насладиться там. Масса всяких есть каких-то наслаждений у людей, которые любят этот мир. теперь получается, что они были олицетворением двух этих сил. И это же самое есть в человеке. Теперь с тем боролся Яаков. Яаков боролся с ангелом Исава. То есть, Всевышний же... А кто сделал такой мир? Кто этот мир сделал? Всевышний сделал. Значит, Всевышний устроил вот это соревнование, в котором есть добро и есть зло, в котором добро борется со злом в принципе внутри человека. Для того, чтобы была интересная игра такая, да, что ты можешь победить, что ты можешь проиграть, можешь победить, можешь... И так далее. То есть, появляется интерес на вот этом вот двухполюсном таком мире. И, значит, Яаков боролся с Исавом. Он боролся с ангелом Исава, который равно Ецерара. И он боролся... Не только это был внешний ангел, который со стороны пришел. Он боролся с ним внутри себя. И почему именно в седалищном нерве тот смог его повредить? Вот это животное душа, Нефеш-Баимид, почему он сумел его именно затронуть в том месте, где седалищный нерв? Яаков, когда написано и остался Яаков один, Яаков вышел из своего материального тела. Он говорит, это тело для меня ничего не значит. Это просто скафандр такой, который в принципе... Просто я понимаю, что это мой скафандр. Я в нем временно. Это Яаков. Как бы он так старался освободиться от власти Исава. Но получается, что есть место, где оно соприкасается. Если ты полностью оторвался от тела, в этот момент гейм-овер, игра закончилась. Потому что если не будет следующего поколения, то Бог уничтожит мир. Бог не хочет, чтобы мир остановился. Он хочет, чтобы люди женились, размножались, чтобы у каждого был шанс, проходя через этот вот жизненный путь, усовершенствовать свою душу, победить свое материальное тело и выйти на свободу, грубо говоря. То есть, чтобы это Бог хочет. Хочет дать каждому возможность выиграть. И получается, что вот это соединение, которое Яков не мог оставить, это тот нерв, который, который, ну, от него идет он самый близкий к размножению, да, то есть, к размножению. Очень интересно, что когда был разрушен первый храм, первый храм был разрушен за три греха. Это было идолопоклонство, это был разврат, это было убийство. То есть, во время первого храма люди были просто, чуть что не так, сразу, убил, чуть где-то увидел кого-то, значит, можно поразмножаться, поразмножался. Идолопоклонство, они знали мадию, значит, поколдоват там, то есть, они очень этим злоупотребляли. Даже те люди, которые были верующие, которые знали Бога, но они не могли с этим справиться. И вот, значит, когда первый храм был разрушен за грехи и отправлены были на исправление, еврестий народ был отправлен в Вавилон. И там была Пуримская история. После этого, когда собрались мудрецы Великого Собрания, Второй Храм, они собрались и они молились Всевышнему, то есть, они знали, как соединиться со Всевышним. Их было 120 человек, среди них были пророки. И они попросили у Всевышнего убрать тягу и дал поклонствую. Сделать людей более нечувствительными к духовным мирам, чтобы они не видели эти духовные миры, чтобы у них не было соблазна, значит, управляя этими всякими ангелами, силами, демонами и так далее, влиять на других людей. И, значит, они помолились закрыть людям вот это духовное видение. И они глобально закрыли, но вместе с тем глобально исчезло пророчество. И, может быть, остались какие-то там единичные личности, обладающие ясновидением и так далее, но их очень мало. Теперь второе, то, что они говорили, то, что людей побуждают грешить, то, с чем люди не могут справиться, это сексуальное влечение. То есть, ну, люди были раньше совершенно, как бы, они просто видели вот так вот что-то, что шевелится там другого пола, своего пола, мужчина, женщина, там, животные. Они просто не могли сдержаться, просто вообще у них башню сносилие. И они туда, значит, ныряли. Значит, они попросили, чтобы это тоже отменить. Они говорят, иначе мы не выдержим. Хоть есть храм, хоть нет храма, хоть молимся, мы хоть не молимся, это мы не в силах этому противостояния. И тогда, значит, тоже они Всевышний убрал это. Но что? Они, значит, сидят, сразу жизнь стала легче. То есть, у тебя нет тут постоянного какого-то влечения к противоположному полу, там, не дай бог, еще к своему полу. Тебе, в принципе, хорошо. Вот просто ты сидишь, тебе хорошо. Ну, классно. То есть, не было смысла грешить никакого, не было желания. Но что? Куры перестали нестись, коровы перестали давать молоко. То есть, ну, написано, как бы, в уснаторе, что куры перестали нести яйца, потому что они перестали размножаться. Они говорят, секундочку, так получается, без вот этого вот стремления, значит, мир остановится, и они попросили Всевышнего резко уменьшить. И то, что у нас сегодня есть сексуальное влечение, это там одна сотая часть того, что было раньше. В общем, Яков боролся с этим Яковом Исава, победил его, победил он в себе злое начало, победил он материальность, победил он в себе, и это метафора на все поколения дальнейшие, что постоянно есть борьба в каждом человеке. Исав, например, если он побеждает свое животное начало, то появляются такие великие мудрецы, Антелас, Раби Атива, сын пришельцев, сын принявших Тору. Значит, были самые великие мудрецы, Ишмая, Автальон, это были принявшие иудаизм. То есть, если Исав, и поэтому Ицхак больше любил Исава, он понимал, что если уже Исав победит в себе вот это злое начало, то это будет что-то вообще невероятно мощное. Яков, если он победит в себе злое начало, тогда он будет служить Всевышнему, он будет священником, будет вообще все идеально. Исав, если победит, ему сложнее Исаву победить, он как бы символ, в нем оно более сильно проявлено, то это будет еще большая победа. Значит, Яков победил, но осталось у Якова вот это вот, то место, где он не может победить, вот это злое начало. И даже, когда вернулись строить второй храм, многие очень вернулись, у них были жены не еврейки, которые не соблюдали заповеди. Потом, ну то есть, это очень вот эта сфера, она самая сложная. Теперь давайте мы на этом остановимся. Значит, победил он ангела Исава, стремление к злое начало, он победил Яков, по большому счету. Значит, ответ на первый вопрос, почему, как из козлов, как из козлов учится, значит, про благословение мы завтра тогда поговорим. Хороший очень вопрос, значит, почему он попросил у этого ангела благословение, что это было за благословение, значит, мы поговорим завтра. Сейчас я расскажу, почему, как учится из стад вот этих вот, сколько должен муж со своей женой быть в отношениях. Значит, козлы и козы было на 20 козлов 200 коз, овцы и бараны было на 20 баранов 200 овец, а, например, ослы было на одного осла, по-моему, на верблюда, на одного верблюда одна, значит, верблюдица, на одного осла было там что-то, на быка было на 20, на 10 быков, или на 10 быков, по-моему, 40 коров. Смысл в чем? Чем больше ты работаешь, овцы, бараны и козлы, они не работают. Они просто сидят, значит, траву поел, травы полно вокруг, и, значит, чем ему заниматься? Он, значит, только своих этих овец и коз оплодотворяет. Значит, человек, который живет праздно, не работает, он должен со своей женой быть каждый день, потому что это серьезная работа, значит, это его обязанность быть женой каждый день, прям обязанность, так записано. Если ты не работаешь, значит, радуй жену. Если ты работаешь, быть и работают, значит, два раза в неделю. Тот, кто занимается физическим трудом, он должен два раза в неделю женой быть. Если же ты работаешь много, как ослы, например, или как верблюды, которые ходят в дальние походы, там, они сильно устают, то, значит, моряки раз в полгода, которые ходят в дальние, там, походы, да, погонщики этих ослов, раз в месяц, то есть, чем тяжелее ты работаешь, тем ты меньше обязан быть женой. Чем у тебя легче жизнь, тем больше ты обязан быть женой. Вот так учится это из этих вот коз, козлов, баранов и так далее. Вот так вот. Реально бы знатоки догадались бы, да? Я думаю, что точно вы знатоки бы не догадались. Хорошо, дорогие друзья, все, всем хорошего дня, чтобы мы извлекли из этого урок, что борьба между духовным и материальным, она идет постоянно, борьба между животной натурой и душой идет постоянно. Вот этот ангел Исава, который ангел, злое начало, животная душа, он внутри каждого из нас находится, и мы постоянно жизненно, весь жизненный путь, человек борется с ним для того, чтобы победить. И есть сила победить, и Исраэль, это тот, кто боролся с ангелами и с людьми, и победил. Жизнь, это борьба, и ты растешь, только преодолевая трудности. То есть это как бы такой жизненный принцип. Адам, Леомаль, Юлад, человек рожден для труда, говорит нам Тора. Человек создан для того, чтобы, Липум, Царагра, чем больше страдания, тем больше награда. То есть этот мир, это мир работы, а дальше будет мир получения награды. Но плоды мы можем иногда попробовать вот этой награды, в этом мире чуть-чуть получить плодов, и значит, чтобы Всевышний дал нам и в этом мире, и в мире грядущем очень хорошую жизнь, которую мы заработаем изучением Торы, соблюдением заповедей и добрыми делами. И чтобы Всевышний, значит, ималэ кольмиши лотли беха литова тэха, пожелание теперь более понятно, чтобы Всевышний наполнил запросы твоего сердца для твоего добра, потому что сердце, оно состоит из стимулов, которые шлет животная натура, из стимулов души, это мысли человека. И чтобы Всевышний наполнил твои запросы твоего сердца для твоего добра, потому что есть такие запросы сердца, которые лучше бы не случались. Все, и желаем, значит, еще раз, чтобы, желаем выздоровления всем, кому нужно сейчас выздоровление, желаем мира всем, кому нужен мир в семье, мир внутри, и мир, естественно, чтобы закончилась эта война, прям молимся каждый день, чтобы закончилась война, и люди вернулись к мирной жизни, и желаем здоровья в Якову Шатайдину, его жене, которая родила прекрасную дочку, чтобы была браховая от слуха, чтобы она жила в мирном, в мирном мире, где уже победит, наконец-то, добро, и будет только добро. Все, всем удачи, успехов, счастливо, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok